В маршруте рабочего объезда главы и остановка в пансионате «Звездочка». Руководитель не был предупрежден, но уверяет, к визиту готов и он, и предприятие. Сергея Павловича интересуют вопрос о безопасности. Здравствуйте. Вы лицензированы? Да. Что ваша задача? Пропустной режим, так точно. А внутри объектовый режим кто вас осуществляет? Я знаю. Один проход к морю объект. Охранник, я здесь. Видеообзор есть? Так точно. А куда? Вам вы? Да. И чистоте смотри. Территорию, периметр территории, чтобы все ворота были закрыты, чтобы посторонний никто не проходил. В этом году акцент сделал на наращивании возможности программного комплекса «Безопасный город». Собственники здравниц увеличивают количество камер и подключают их к общегородской системе. Внутриобъектовые, то что касается ваших корпоративных интересов, мы на них не претендуем. А вот на периметр, на вход на охрану обязательно. А пляжные смотрите вы, нет? Пляжные у нас в этом году мы только будем ставить новые, современные уже, чтобы к безопасному городу. В этом году на пляжах Анабы будет установлено свыше 120 камер. Еще одна забота руководителя любой здравницы – обновление пляжного оборудования. Важная составляющая безопасности – закрытые проезды к морю. Это прежде всего антитеррористическая защита жителей и гостей курорта. Сергей Павлович дает поручение установить силовые ограждения и укрепить шлагбаум. Трубу надо сделать и ни в коем случае здесь не допускать, чтобы здесь была какая-то дорога. А здесь надо? Вообще, чтобы не было ничего здесь. Как и странно. Здесь все детки тут делали. И проверяйте, чтобы периметр горел. Если у них будет освещение, то проход тоже будет. Он темный. Темный, да? Ну а по забору есть, но не хватает освещения. Может пару прожекторов поставить? Мы уже положили. Несанкционированное движение на автомобилях по пляжам должно быть исключено. За каждым проездом закреплены ответственные сведения, переданные в ЕДДС. В случае возникновения нештатных ситуаций многое зависит от оперативности и профессионализма сотрудников.